Крымский инжир. Для сборника под таким названием писатели и литераторы начинают выбирать лучшее произведение об оккупированном полуострове. Антология станет уже четвертой. Все о Крыме. Этими словами инжир описывает его составитель Али Малиев. Антология включает в себя фактически четыре части. Первая часть – это поэзия и проза на украинском языке, о Крыме. Вторая часть – это поэзия и проза на крымско-татарском языке. Третья часть – это взаимные переводы с украинского на крымско-татарский. И четвертая часть – это детская литература. Таким образом, мы попытались охватить достаточно смело разные ответвления литературы, чтобы продемонстрировать всю палитру. Обратить внимание украинских авторов на тему Крыма, его настоящего и истории, кулинарии и культуры. Именно с этой целью издавался первый инжир, ведь о Крыме пишут и говорят недостаточно, уверен Алиев. Крымско-татарская литература находится в стагнации. И появилась идея создать литературный конкурс, чтобы посмотреть, насколько люди готовы писать, насколько люди готовы присылать свои работы. Как мы увидели, что авторов, которые пишут о Крыме, и о которых мы не знали, и украинский читатель не знал, их много. Часть текста в инжире написана на украинском, часть – на крымско-татарском. Большинство тех, кто живет на полуострове, сегодня его не знают. А писать, публиковать и читать на крымско-татарском – значит не дать языку кануть в лету. Ну, если бы были курсы, у нас где-то тут недалеко, я бы с удовольствием пошла изучать татарский язык. У меня соседи были татары, очень приятные люди, и я с ними дружу до этих пор. Дело в том, что сами, даже молодежь крымская, ну татары крымские, они сами не знают своего языка. Я иногда спрашиваю, как называется, например, название горы, они говорят, мы не знаем, приходится им в интернете искать. Не только художественные, но и исторические книги о Крыме может найти читатель на стеллажах библиотек и книжных магазинов. Неужели Крым – исконно российская земля? Правда ли, что крымские татары – все предатели? Действительно ли полуостров стал частью Украины незаконно? На эти вопросы в книге «250 лет фальши» читателю отвечает Сергей Громенко. Я сосредоточился на том, чтобы бороться с мифами, которые распространяла российская пропаганда о Крыме. Они упакованы в три больших кластера. В первом находятся те мифы, которые утверждают единство и неразрывность истории Крыма с Россией. Во второй кластер попадают те мифы, которые отвергают связь крымских татар с Крымом. Ну и в третий кластер попадают те мифы, которые отвергают связь Украины с Крымом. Как складывалась история на самом деле, знают только ее очевидцы. Роман «За перекопом есть жизнь» Анастасии Левковой – это рассказ о событиях на полуострове через призму личных историй. Книгу опубликуют уже в следующем году. Герои – крымчане, которые рассказывают о разных периодах своей жизни на полуострове. Этот роман очень сильно базирован на интервью с очевидцами. То есть я расспрашивал людей, как они учились в школах крымских 90-х, что говорили их учителя украинского языка и литературы и русского языка и литературы, в каких движениях они участвовали тогда, какой была их студенческая жизнь, например, в Симферополе. После 2014-го из-под пера украинских авторов вышли несколько десятков романов, повестей и даже сказок о полуострове. А еще пьеса «Крым. Пять утра». Спектакль уже увидели в Киеве и Варшаве. На очереди зрители Берлина. «Крым. Пять утра» – это пьеса о том, как жили и о чем мечтали те, кого российская оккупационная власть безосновательно закрыла в тюрьмах на десятки лет. Большинство украинцев считают потерю Крыма собственной потерей. Я не исключение. Я чувствую настоящую боль от произошедшей несправедливости. Я скучаю по Крыму. Я запрещаю себе о нем думать. Но в целом я могу без него жить. А есть люди, которые не могут жить без Крыма, которые за него веками борются, вымаливают и снова теряют. Которые держатся за свою землю, как за суть своего существования. Это крымские татары. Драматург Наталья Ворожбит. Дикое лето в Крыму. Крым, который мы любим. После Крыма. Потерянный остров. Крымско-татарская кухня. Люди серой зоны. Это далеко не полный список украинских книг с запахом моря и хвои о героической и трагичной судьбе региона. Хотелось бы больше, говорят издатели. Но главное, что это не чтива, а качественная и колоритная литература. Трудно было понять, как подойти к теме Крыма. Крым, крымско-татарский, это понятно. Но крымско-татарская история, фольклор и культура – это для нас несколько экзотично. Украинцы сейчас гораздо больше знают о крымских татарах. И они слова отдельные уже употребляют, потому что знают их. Вплетают крымско-татарский фольклор в книги. Нередко можно услышать, что книги, песни и картины во время войны неактуальны. Писатели и литераторы, напротив, убеждены. Если не за культуру, историю и людей, то за что мы тогда боремся? Валерия Никипелова, Дмитрий Борщ из Киева. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.